Какой же русский не любит рябины? Особенно черноплодные рябины, пожалуй, это одна из самых неприхотливых культур, которую я только знаю. Вот если я приезжаю, а я очень люблю, что называется, шастать по каким-то заброшенным деревням и смотреть, что в заброшенных садах сохранилось. Так вот всегда сохраняется красная смородина и черноплодная рябина. Черноплодка, кстати, знаете, как она называется по-научному? Не черноплодка, она называется арония мичуринская. Не просто арония, а именно мичуринская. И родина аронии мичуринской где? Россия. Именно в России и именно Мичурин вывел аронию. То есть он не усовершенствовал ее, не адаптировал, именно вывел. Но вывел, правда, из аронии североамериканской, но это совершенно другая. Тот, кто пробовал в Америке, она растет в диком виде, ту самую аронию, которая растет в диком виде, он понимает, знает, что это совершенно другое растение, и есть ее совершенно нельзя. И, кстати, можем сказать, что арония – это не просто русская, это скорее интернациональная. Видите, североамериканские корни. А выписал-то ее мичурин не из Северной Америки, а выписал из германского ботанического сада. Так что, видите, Америка, Германия, Россия. То есть впервые она появилась у Мичурина в саду на опытной делянке. Вот он с ней работал. И потом она, что называется, вырвалась на волю. И россияне, жители Советского Союза оценили прекрасное растение. Вот ни разу не видел, чтобы кто-то у нее ел листья. Ни разу не видел, чтобы у нее были червивые ягоды. Ни разу не видел, чтобы она чем-то болела. Ну, есть, конечно, у нее какие-то болезни, но настолько это бывает редко, что, в общем-то, растет и растет, растет и растет. Нет, вредители есть. Я даже знаю одного вредителя, вернее, вредителей, стайных вредителей. Это дроздорябинники. Ай! Вот не знали они, что есть такая ягода, и не трогали ее когда-то. Вот, по крайней мере, лет 15 назад никто на мою черноплодку не покушался. Теперь дроздорябинники распробовали. И если не ставить пугало, такое активное пугало, которое шевелится еще, если просто пугало, они вас расколят быстро. Съедят все вчистую. Вот у меня виноград, облепиху и черноплодку. Всю съедают, если не защищаться от них. Причем дроздорябинники сначала высылают двух разведчиков. Я уже знаю. Два дрозда сидят на проводах, присматриваются. Они так полдня могут просидеть, они изучают картину, что, где, с какой стороны подойти, потом своим ш-ш-ш. И прилетает стая, и буквально 5 минут склевывает все вчистую. Однажды я тоже думаю, ах, созрел, и вот надо пойти собирать. Так, сидят эти ребята, надо пойти в домик за корзинкой. Пошел в домик за корзинкой, я там что-то по телевизору показывали, буквально задержался на 20 минут, выхожу в ни одной ягодке. Они как знали, как знали. Ну ладно, это уже мое. У меня свои счеты к дроздам-рябинникам. Я их, конечно, не особо пугаю. Все-таки птиц я очень люблю, но дроздорябинники в последнее время очень здорово вредят садам нашим и огородам, потому что их расплодилось очень-очень много, больше, чем было раньше в дикой природе. И вот они совершают набеги на наши сады и вредят не только нам, но и своим братьям или сестрам-птицам, потому что они кормовую базу-то подъедают, и другим птицам меньше остается. Так, итак, черноплодная рябина. Хочу рассказать историю. Когда я был на картошке в деревне Бородино, будучи студентом, ну, естественно, меня как любителя садов и огородов и человека, который немножечко умеет готовить, поставили помощником повара. Ну, помощник повара, что у него входит там? Помогать там, резать, проворачивать что-то через мясорубку и так далее. Ну, а, говорит, компот будешь варить самостоятельно. Здесь уже, мол, умения особого не надо. Но я подумал, вот кто ел компот из сухофруктов в пионерских лагерях, тот знает, что этот компот не очень любили. Был он такой приторно-сладкий, некрасивый, там эти яблоки, их никогда не съедали, ну, только там из-за того, что он сладкий, там выпьют детишки и всё. И я подумал, а почему бы не сделать из чего-нибудь вот компот так, чтобы вот он был, красиво выглядел, чтобы он был вкусный, необычный. И внутри вот этого пионерского лагеря, внутри Бородино, я случайно нашёл плантацию черноплодной рябины. А это был сентябрь как раз. Её было столько много, что я ходил, просто вот корзинами её набирал, корзинами набирал и вот в огромный такой бак загружал и несколько раз сварил компот. Мне говорят, ах, хороший компот, молодец, здорово, из чего? Из черноплодки. Говорят, ну, давай, давай, экспериментируй. Что там у тебя ещё есть? Давай ещё что-нибудь свари. И я стал использовать черноплодку, но для отдушки какие-то другие растения. Например, если взять листья, например, чёрной смородины, то будет запах черносмородины у компота. И таким образом у меня получалось, что основной ингредиент, наполнитель и подкраситель – это черноплодка, но компот у меня получался из чёрной смородины якобы. То есть так в меню и было – компот из чёрной смородины. Все говорили, о, какой молодец. Все хвалили меня, просили добавки. И, в общем-то, много я разных вариантов компотов придумал, и до сих пор мои все друзья, все сокурсники вспоминают, когда мы собираемся. Вот какие же компоты были вкусные и интересные. И, кстати, те, кто полюбил эти компоты, и те, у кого есть дача, все выращивают черноплодку, потому что своими секретами я поделился со всеми. Так что это универсальная такая ягода, из неё можно много что сделать, можно использовать в качестве того, чтобы ваши компотики какие-то другие сделать более яркими. Допустим, компот из яблок, если вы сделали, он получился просто такой жёлтенький. А если вы горсточку черноплодочки туда бросили, он получился таким вот гранатово-красным, красивым. И сами яблоки, они приобретают такой гранатовый цвет, ну, совсем другое дело, гораздо интереснее. Я, кстати, её замораживаю, черноплодку, и если мне надо, допустим, сделать компоты из садовой земляники, из садовой земляники получаются очень некрасивые компоты, такого бледно-малинового цвета, ну, как вот марганцовку развели, да? Зато если туда бросить замороженную черноплодку, вот это получается такой ядрёно-красный бордовый цвет, очень красиво, и ягоды совершенно другие, неблёклые такие белёсые, великолепные. Ну вот, это немножечко про то, что можно сделать. Ну, я не буду сейчас говорить про всякие наливки, я их не делаю, но многие как раз используют для этого черноплодку. Наливочка самая такая крепкая с точки зрения не градусов, с точки зрения витаминов, потому что витаминов там настоящее море, кроме того, как говорят фармацевты, понижает давление. Ну, не знаю, сколько надо съесть черноплодки для понижения давления, но, во всяком случае, я иногда принимаю просто там пару госгорсточек замороженной или свежей, и действительно лучше себя чувствую. Так что обратите внимание на эту ягоду как на такое вот средство, но не лекарственное, которое помогает нам пить поменьше таблеток. Ну, а то, что там витаминов моря, ну, это, я думаю, знают все. Теперь, как черную смородину разводить? Можете совершенно просто. Идете мимо любого заброшенного сада, либо, ну, видели, где-то растет черноплодка, вот есть доступ, да, вы можете просто откопать маленький-маленький отводочек корневой у нее и посадить у себя. Как правило, этот отводочек, даже если у нее там небольшой корешочек, приживается практически 100%, проходит 2-3 года, и у вас получается вот такой вот великолепный куст, который уже растет сам по себе, ничем вы его не обрабатываете, практически ничем не подкармливаете. То есть если не ухаживаете за черноплодкой, у вас будет большой урожай, если ухаживаете, будет огромный урожай. То есть с урожаем вы будете всегда, опять же, если дроздорябинники не поклюют. Ну, можно сделать интересные вещи. Например, если вы хотите сделать дерево черноплодкой, а это достаточно просто сделать, потому что основной уход за черноплодкой – это вырезание лишних побегов. То есть она расползается в разные стороны, надо побеги вырезать, немножечко прореживать ее. А если вы, например, привили черноплодку, видите, опять учитесь прививать, учитесь прививать. Это интересно и открывает новые, новейшие горизонты, о которых вы даже раньше и не думали, и не знали. Но рябину обыкновенную, обыкновенная рябина, можно выкопать в лесу. Выкопали, посадили и штамп привили черноплодку. Получилось штамповое дерево, ствол и рябина. Очень красиво. Даже некоторые агрономы приходят, ходят, ходят вокруг, слушают, говорят, а как это так она растет, почему? А-а-а, есть хитрость, да, очень просто. Это мы еще юнатами в кружке, юната в пятом классе так делали. Так что это не я придумал. Это общеизвестный простой способ штамбовой черноплодной рябини, привитой на красноплодную рябину. Так, ну, а как я еще люблю рассказывать, черноплодная рябина, а универсальное растение, на нее еще много можно чего привить. На нее, именно черноплодку. Например, знаете ли вы, что суперкарликовые груши... А что такое суперкарликовая груша? Это вам не груша, которая выше дома и даже не в рост человека. Груша-суперкарлик – это вот с кустик. С кустик черной смородины – это и есть суперкарлик. И именно суперкарлик получается тогда, когда вы прививаете грушу на черноплодную рябину. Там есть кое-какие хитрости, как ее привить, на каком расстоянии от земли, как там на веточки ее там подрезать, сколько там черноплодки самой родной оставлять, потому что надо оставлять веточку. Ну, в общем, эти хитрости вы уже узнаете, если увлечетесь этой идеей. С суперкарликами. Так вот, на черноплодке груши растут прекрасно. Вот представьте, вот такой вот кустик. На этом кустике, допустим, пол ведра грушек. Этот кустик занимает место там меньше квадратного метра. А то и больше бывает груш. И если вам надо какой-то сорт попробовать просто, вот вы его испытываете, ну вот зачем вам сажать высокорослое дерево, потом его выращивать много лет, потом получилось, что оно вам не понравилось, вы его перевиваете или меняете на другое дерево. А тут вот такие вот кустики. Они живут недолго, где-то лет 10-12. У них активного плодоношения, потом они немножко хереют. Но, как правило, за вот эти вот 10-12 лет даются вам такие полноценные, хорошие урожаи, прекраснейшие груши, которые вы вот где-то достали. Причем можно сажать даже южные груши. То есть я сажал какие-то груши, которые вообще в нашей зоне не растут. Типа там любимица Клаппа. Не груша, а сказка. Так вот она как раз у меня росла, потому что она зимовала под снегом, потому что ее пригибал у черноплодки гибкий стебель, осторожненько пригибал, и она зимовала под снегом. Так что, видите, еще одна идея, или, как сейчас говорят, лайфхак. Так что, очень интересно. На черноплодке может, кстати, расти еще и... С чем она дружит? Может расти ирга. Можете вырастить, например, если не хотите большой куст ирги, а хотите одну веточку ирги, чтобы просто иногда поклевать, если птицы вас не опередят. Иргу тоже они очень-очень любят. Можно привить на черноплодке. Также боярышник на черноплодке живет. Ну, красноплодная рябина дружит с черноплодкой. Видите, сколько растений взаимопрививаемые. И если знать, как с ними обращаться, знать, что получается после этого, где-то карлик, где-то суперкарлик, вы можете очень интересные шедевры сделать. И вот просто с помощью одного прививочного ножа. Так что пробуйте, учитесь прививать. Это очень просто. Итак, черноплодка. Кстати, сортов черноплодной рябины вряд ли вы где-то достанете, потому что, несмотря на то, что очень популярная культура, в принципе, вот той черноплодки, которая выведена Мичуриным, их хватает. Хотя селекционеры пробовали работать. Есть эти сорта, есть сорта Лисовенко в Барнауле. Но как-то вот они большого распространения не нашли. Поэтому я в свое время бывал несколько раз в Лисовенко. Вот не попросил и не отрезал череночек. Поэтому если у кого будет черноплодная рябина, именно сортовая, мы можем поменяться, дорогие друзья. Поменяться у меня много чего интересного. Ну и, конечно, помните еще о том, что культура эта прекрасно хранится. То есть, если мы ее заморозим, она в заморозке не теряет вообще своих качеств. Она будет у вас... До трех лет в заморозке может лежать. Ну, конечно, три года. Зачем ее хранить? Но вот сохраняя все витамины. То есть, вы ее достали и можете сделать либо так называемый там взвар. То есть, просто залить кипятком, толкушечкой растолочь. И вот у вас настоится. Это получается очень витаминно, очень вкусный компотик. Кто-то при желании сахара может положить. Очень много можно что интересного сделать. Можно даже добавлять в сырники. Я тут придумал. Просто добавляешь в сырники, и очень интересный цвет получается. Такой темно-темно-бордовый. Ну, может быть, кто-то еще посоветует мне рецепт с черноплодкой. Кто-то варенье варит. Вишневое варенье из черноплодки. Ну, как я рассказывал, тоже разные вкусы придаются, потому что вкус у самой черноплодки достаточно нейтральный. С вишневыми листочками, когда варится варенье из черноплодной рябины, получается оно на вкус как вишневое. Иногда садоводы, у которых вишня не родилась, варят именно такое варенье, и потом выдают его за вишневое. Ну, вкусно все равно вкусно получается. Хотя я сейчас ем достаточно мало сахара, и варенье как-то исключилось из своего рациона все больше, так сказать, замороженное или сушеное. Так что, а сушить и замораживать черноплодку вполне можно, в общем-то, если у вас есть морозильник, и если у вас есть чердачок, то место, где хорошо сохнет, или духовочка. Так что, замечательная, прекрасная, великолепная культура, которая вам понравится, и которая не будет у вас отнимать совершенно никакого времени. Сама будет расти, сама будет вам давать хороший, замечательный урожей. Продолжение следует...